МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". На Интере подробности о сегодняшних событиях узнаем от наших корреспондентов. В студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Теракт в Одессе. Так рвануло, что зашатало дома, понимаешь? И взрыв в Херсоне. Пленники. Кто вернулся и кого еще предстоит спасти? Мы тоже ради! Мы дома! Вокально-танцевальная Катюша как альтернатива Евровидению в России. Может, здесь и своя Кончита Вурст найдется? Сразу в двух городах в Одессе и Херсоне сегодня прогремели взрывы. В Одессе это третий за неделю теракт. Где на этот раз оказалась бомба? Есть ли раненые и погибшие? Подробнее Андрей Анастасов. Леденящая кровь картина предстала сегодня прохожим на улице Сегетской в Одессе. От человека остались только отдельные части тела. Взрыв прогремел среди пятиэтажек в полпятого утра. Мощность, по предварительным данным, составила около килограмма в тротиловом эквиваленте. Слышу такой взрыв. Аж подпрыгнул у меня диван. Такой круглый. Казалось, что он круглый. Как разорвалось что-то громадное такое. Что именно взорвало, сейчас устанавливают эксперты. Милиция огласила предварительную версию. Итак, по их данным, погибший есть подрывник. Мужчина 45 лет шел по улице, нес сумку, в которой находилось взрывное устройство. Почему взлетел на воздух, полагают по неосторожности. По нижней части тела этого человека было выкинуто на десяток метров на проезжую часть. Тело такое по нижней, что там даже неможливо признать, что это за людина. Если планировался теракт, то какой именно объект должен был стать его целью, сказать сложно. В этом районе находятся и ЖД вокзал, и облгосадминистрация, и военная академия с комендатурой. В Одесской самообороне заказчиком считают Россию. А вот действовали, говорят, непрофессионалы. Или таймер выставили неверно, или случайно замкнуло контакты детонатора. Спецслужбы российские нанимают здесь каких-то маргиналов и неподготовленных людей. Потому что профессионал так глупо бы не подорвался, конечно. Люди в округе напуганы. В радиусе 100 метров в домах выбиты стекла. Осколки выносят ведрами. Стекло, окно балконное, двери балконные вырвало. Так ревануло, что зашатало домом, понимаешь? Милиция квалифицировала произошедшее как теракт. Это уже третий взрыв за неделю. До этого взрыв-пакет бросили под машину у штаба местных майдановцев. Закладывали бомбу по товарным составам на окраине города. Правоохранители пока никого не задержали. И теперь вопрос, кто расшатывает ситуацию в Одессе с какой целью? Андрей Анастасов, Игорь Михомошин. Подробности телеканал Интер Одесса. А теперь к событиям в Херсоне. Там сегодня, напомню, сразу два взрыва. Обо всем подробнее Кирилл Ющишин. Начали люди кричать, бегать. Мы не могли понять, что случилось. Вот так свидетели описывают произошедшее после сильного хлопка у магазина в 11 утра. Прямо на тротуаре что-то рвануло. Что именно и кто-то подложил, никто сказать не может. Тут нет и пострадавших. Чуть позже еще один взрыв по соседству в обменном пункте. Около полуня туда зашел мужчина 30 лет и потребовал отдать ему все наличные деньги. Угрожал при этом взорвать бомбу, закрепленную на рюкзаке. Кассиры испугались и выбежали из здания. Но налетчик все-таки подорвал взрывчатку. К результату выбуху пострадала только одна особа, тот кто наш злочинец. Вымогатель скончался прямо на месте. Когда милиция осмотрела место происшествия, неподалеку обнаружили еще один подозрительный предмет, коробку. Ее с помощью гидроудара обезвредили саперы. В милиции Херсона уверены, что сегодняшние взрывы не теракт, а всего лишь неудачная попытка ограбления. Да и сами устройства были маломощные и сделаны предположительно из петард. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, телеканал Интер, Херсон. Режим тишины на Востоке постоянно отслеживают мои коллеги. Сейчас с нами на связи Ярослав Кречко. Слава, здравствуй. Где ты сегодня был? Что видел? Расскажи нам. Добрый вечер, Наташ. Мы сегодня работали в районе Марьинки на крайних украинских позициях. До ближайшего блокпоста боевиков там меньше двух километров. И вот террористы постоянно нарушают там режим тишины. И что интересно, у наших военных есть в некоторых блиндажах телевизоры. И вот на своих телеканалах боевики рассказывают о том, что это украинские военные их обстреливают. Стреляют между собой и подают, что это сбройные силы Украины, да, вооруженные силы Украины. Это высшая лига подлости. Стреляют снайпера, вот работают с 9 часов у нас там, с поселков. То есть стреляют с зеленки. Также идет, ну, мелкие артиллерийские, то есть минометы. Несмотря на это, движение на трассе Донецк-Марьинка довольно оживленное. Наши военные рассказывают о том, что останавливают много машин с контрабандой с оккупированных территорий. Сегодня задержали несколько россиян, они в Украине оказались нелегально. Но основной поток с той стороны это беженцы, причем за разрешение выехать с оккупированной территории террористы требуют с них деньги. Много выезжают людей, то есть с вещами, личные вещи вывозятся, то есть такое боятся. Вот на КП, допустим, там и обыск машины требуют, там то ли денег сбивают, то есть даже выезд трудный оттуда. Сегодня на передовой целый день обильный снегопад. Стоять на позициях, конечно, холодно, но в блиндажах достаточно тепло. Два слоя бревен, земля, слой. В принципе, нормально. Я хотел бы сказать некоторые слова своей девушке, надеюсь, что в будущем моей жене. Алин, я очень сильно за тобой скучаю, я очень дорожу с отношениями с тобой. Я надеюсь, что ты меня дождешься, у нас будет все хорошо. Я тебя прошу, я тебя умоляю, дождись. Ну, вот такие у меня новости сегодня, Наталья. Спасибо, Слава. Ярослав Кречко из зоны АТО был с нами на связи. Сейчас у нас в эфире Мариуполь, там находится моя коллега Эльвина Сидбулаева. Эля, здравствуй. Мариуполь обстреливали сегодня опять. Расскажи подробнее об этом. Да, Наташа минометно обстрелила и на окраинах Мариуполя не прекращаются. За последние сутки террористы пять раз атаковали позиции украинских военных. И сегодня мы побывали на одной из них. Это примерно в пяти километров от оккупированной боевиками территории. С той стороны часто слышны звуки тяжелых орудий. Перемирие носит односторонний характер. Минское соглашение кремлевские боевики не соблюдают. Это от кого к вам подарки? От сепаратистов. Боевики провоцируют украинских военных, стреляют из пелеметов и минометов. Наши на провокации не поддаются. Террористы засели среди мирного населения. По информации наших разведчиков, количество боевиков увеличилось. Больше стало и техникой врага. Замечено движение людей, движение техники, постоянное передвижение и снайперов, и минометов. Ну и соответственно ведут обстрел. Мой командовлядный пункт засек зеленых человечков. Но они когда хотят. Ну вот напьются там или накурятся. И стреляют. Если мы пришли за страну, за родину. За все, за детей воевать. Так они пришли за деньги, за водку. Наши защитники на передовой уже 4 месяца. Многие пошли на фронт добровольцами. На то и лучше, конечно, техника. Там 72-ка, 80-ка, у нас 64-ка. Ну разница не критическая. Воевать можно. Боевого духа хоть отбавляю. Будем стоять сколько надо. Сами в военкомат пришли. Знали, куда идем. Из Мариуполя в направлении поселков Октябрь и Павлополь дорога перекрыта. Пограничники опасаются провокаций со стороны террористов ДНР. В поисковой розыске было помещено, что в этом направлении было помещено перемещение живой силы. Не скупчение, а перемещение. Поэтому в плане безопасности мы сейчас за этим регионом уважно стежим. Пока это вся информация. Наталья. Спасибо, Эля. Эльвина Сидбулаева из Мариуполя была с нами на связи. О жизни в оккупированных городах мы каждый день узнаем от первых лиц. Непосредственно от тех, кто там находится. Чем живет Донецк и Луганск в канун новогодних праздников? Давайте послушаем. В супермаркетах ходят представители нашей нынешней власти. Я так понимаю, высшее руководство, потому что они ходят с охраной по магазинам дорогих мужских костюмов. Они заходят, люди все выходят. Охранность у входа и они примеряют, покупают себе одежду. Готовятся к корпоративам, если их понимаем. Открылась елка в центре города, была ярмарка. Но, к сожалению, чтобы купить еды, у людей не хватает денег. Дефицитов еды совершенно никакого нет. На Новый год покупают минимум, кто даже вообще ничего не покупает. ДНРовцы, похоже, опять активизировались. Сегодня и стреляли почти целый день. И военных машин в городе было очень много. В городе стали магазины переделываться из промтоварных на продуктовые. Потому что в настоящее время это, наверное, единственное, за счет чего могут люди существовать и получать деньги. В общем, реальные 90-е годы. Очень грустно. Ну, сегодня мы узнали о том, что, возможно, в городе, в нашем Донецке родном, находится янгурцы. Какой, не знаю, старший, младший. Но эти слухи, как бы, людей немножко тревожат, немножко сильно. Единственное, что объединяет, это общее неприятие этой семьи. Все считают, что виноваты во всем они. И хватит, они довольны над нашим регионом поиздевались. В общем, люди возмущены. И люди с ужасом говорят, не дай бог, они опять станут у власти. Мы взломаны. Не зрадивши. Мецно тримающий бойовый дух. Продемонструвавши найкращие качества украинского воина. Я, как президент и как верховный главнокомандующий, хочу подякать вам за все эти качества. У меня, как президента, как простого гражданина, сердце переповнюется радостью за то, что вы Новый год, как я и обещал, сможете встретить с родинами, с боевыми побратимами. Действуется то, что вы и мы так долго ждали. Мы надеемся, что наши товарищи, которые там еще остались в плену, 11 человек тоже в ближайшем времени освободят. Основное то, что нас тримало. Тут все хлопцы, если я был, то это было любопытно. Мы очень рады! Мы дома! И сегодня без обмена были освобождены еще четверо бойцов. Они провели в плену более ста суток. Но есть пленные бойцы, относительно которых боевики выдвигают особые условия. Троих айдаровцев на одного. Кто этот один и почему дело затягивается? Подробнее Лидия Калинина, наш харьковский корреспондент. Два с половиной месяца раненые бойцы батальона Айдар в плену. Их захватили 15 октября на блокпосту около села Смелая. Тяжелораненых отправили в госпиталь в Луганске. И почти сразу предложили на обмен. Вот так выглядел Руслан Шанидзе, когда только попал в плен. Простреленные бедро, плечо и контузия. Двоих мы потеряли из восьми человек. Шесть человек нас сюда вывезли. Четверо были тяжелые. Ну, двое у нас очень тяжелых. Вот мы, я Руслан и вот Руслан. Мы так, ну, средняя тяжесть ранения. Этих двух Русланов и их товарищей Сергея Пилипишина луганские боевики готовы отпустить в любой момент. Но при одном условии. Обмен только на Сергея Юдаева. Юдаев харьковчанин. С 8 апреля сидит в СИЗО. Судят его за участие в штурме Харьковской облгосадминистрации. Задержали прямо там, в захваченном здании. Но де-юре Юдаев не военнопленный. Для того, чтобы обмен стал возможен, ему должны изменить меру пресечения. Содержание под стражей, например, на личное поручительство. Вот только сделать это можно лишь на заседании суда. А его все оттягивают. Да, просто назначается заседание. Вот, судья вызывает адвоката. Там прокурор приходит, привозит Юдаева. И теоретически мера может быть изменена. Об этом и судья знает, и прокурор. Они просто ждут распоряжения. В каком месте дело застопорилось, неясно. В службе безопасности по понятным причинам отказываются комментировать любые дела, связанные с обменом пленных. А родные айдаровцев уже оббили пороги всех инстанций. Однако ответ пока так и не получили. А нервы уже на пределе. У них тяжелые ранения были. Их надо лечиться. Их забрали. Мы даже сейчас не знаем, где они находятся. Мы хоть знали, когда они в госпитале были. А сейчас они не знаем, где они. Родственники бойцов ждут новые, уточненные списки пленных. Надеются увидеть там родные фамилии. Но в то же время понимают, именно этих троих боевики выбрали для обмена на Юдаева. И вряд ли изменят свои условия. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробность на канал Интер. Харьков. Газ и энергия. Прибыли обещают быть колоссальными. Доходов, правда, еще нет. Но Израиль уже на пороге большого суда. Кто и к кому имеет претензии? Подробнее Сергей Услендер. Несколько лет назад в Израиле произошла самая настоящая энергетическая революция. Из страны импортера топлива он стал крупным игроком на газовом рынке. В Средиземном море были открыты, разведаны и разработаны сразу несколько месторождений, общие запасы которых оцениваются примерно в 700 миллиардов кубометров. Объемы просто колоссальные. Разработку месторождений проводили две компании. Израильская «Делек» и американская «Нобл Энерджи». В результате, как посчитали в антимонопольном управлении Израиля, эти структуры сосредоточили в своих руках чересчур большие активы. Экспертизу соглашений проводил бывший руководитель управления электроэнергии Италии Серджио Аскари. Им дали эксклюзивные права на разработку, и лишь сейчас до властей дошло, что они своими руками создали гигантского монополиста. Ошибку решили исправить, и сегодня глава антимонопольного ведомства Давид Гело объявил, что эксклюзивные права на разработку месторождения «Левиафан», переданные компании «Делек», будут аннулированы, и она обязана продать их третьему лицу. В заключении управления говорится, что консорциум, контролирующий добычу, угрожает не только экономике государства, но и способен влиять на принятие решений на правительственном уровне и таким образом блокировать появление любых конкурентов. В Израиле по закону крупные компании не имеют права сосредотачивать в одних руках и финансовые, и промышленные активы. Помимо всего прочего, вспомнили о соглашении с национальной электрической компанией. По мнению того же Серджио Аскари, она должна покупать газ у консорциума по завышенным ценам. Это непременно скажется на потребителях, и обойдется экономике приблизительно в 25 миллиардов долларов. Уровень рентабельности этих компаний заложены в договоре вдвое выше рыночного. Как будет выглядеть дальнейшая энергетическая независимость Израиля, теперь будет решать суд, и скорее всего этот суд будет долгим. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Снова ночь, снова гранатомет, снова обстрел дома мэра Львова. С одной лишь разницей, что на улице не июль месяц, а о львовском дежавю в декабре подробнее наши корреспонденты. Сосед львовского городоначальника рассказывает, накануне вечером слышал два выстрела. На камере наружного наблюдения один. Но кто стрелял, не видно. За мониторами в тот момент следили сразу два милиционера. Их к дому мэра приставили после первого покушения в июле. Они находятся от самого выбуха, это практически 4-5 метров в бутце, где находится монитор. Дякую Богу, они находятся в помещении, а не на улице, потому что ударную хвилю их бы практически знесло. Снаружи след от снаряда, сквозной, стекла выбиты. Как и в предыдущий раз, в момент взрыва семьи Андрея Садового дома не оказалось. Похожий почерк. Снова гранатомет и снова в стену. Вчерашнее происшествие правоохранитель объединили в одно дело с Июльским. Его, кстати, так и не раскрыли. Квалифицируют как теракт. А в доме мэра снова начали ремонт. Ирина Кузьмина, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов. Высшая квалификационная комиссия судей отстранила от должности двоих судей. Светлану Волкову из Печерского райсуда Киева и Сергея Вознюка из Бориспольского суда. Волкову вследствие того, что 19 сентября своим решением освободила из-под стражи и перевела под домашний арест бывшего командира роты Беркута Дмитрия Садовника. Его подозревают в расстреле 39 майдановцев на улице Институтской. В начале октября Садовник исчез из-под ареста. Его ищут до сих пор. Второй судья Вознюк прославился тем, что в июне досрочно освободил из тюрьмы экс-депутата Виктора Лозинского, осужденного за убийство. Оба судьи отстранены от должности на два месяца в связи с привлечением к уголовной ответственности. Поезда и автобусы с материковой Украины в Крым отменили из-за высокой вероятности передвижения диверсантов, так сообщает в СНБО. Но из сегодняшнего дня на полуостров не ходят и белорусские поезда. Отменили состав Минск-Симферополь. Не пускали в Крым с материка сегодня легковой транспорт. На пунктах пропуска Армянск и Перекоп образовались огромные пробки. Многие бросали свои машины и шли на полуостров пешком. Но к вечеру движение возобновилось. А вот в железнодорожных кассах Крыма второй день уже ажиотаж. Люди хотят сдать билеты и вернуть свои деньги. Но им предлагают писать заявление на имя начальника филиала федеральной пассажирской компании в Ростове-на-Дону и ждать ответа. Если же ехать все-таки нужно, в справочной тихонько советуют схитрить. Билет сохранить, добраться на материк на перекладных и уже в Новоалексеевке Херсонской области сесть на поезд. Мы связались по телефону с польским журналистом, который находится сейчас в Симферополе. И вот что он рассказал. Там сегодня было страшно. Там где-то, что намагался купить квитки. Сегодня, как я понимаю, последний поезд выехал. Повернулся в Украину. Заехал в понеделок поездом с Киева. И теперь не знаю. Завтра буду попробовать подъехать до Джанкои. И может узнать, что как-то в направлении кордона административного. А вот что-то, кажется, ну, сам не знаю. Альтернатива Евровидению появится в следующем году в России. На конкурс ждут не просто певцов, а певцов в кирзовых сапогах. Чей-то креатив и при чем здесь Минобороны России. Подробнее Данил Русаков из Москвы. Продвижением спасительной евразийской песенной альтернативы занимается российское министерство обороны. Видимо, на Минкультуру надежды вообще уже никакой нет. У людей в погонах свой креатив, без военной идеологии не обошлось. Вокально-танцевальный конкурс, как сказано в официальных сообщениях, пройдет уже в 2015-м. Про того, которого любима, про того, чьи письма вина. По всей видимости, как-то вот так военные представляют себя российское Евровидение. Уже заявлено, в предполагаемом конкурсе примут участие ведомственные ансамбли со всего мира. Хотя, лично подобное под названием «Спасская башня» уже проводят каждый год на Красной площади Москвы, но там не поют. В программе нового мероприятия напротив вокал «Основное требование» скептики сразу задались вопросом, каким же будет репертуар. Ответ напрашивается почти сразу же. Ура, патриотизм и, конечно же, Крым наш. Хотя, может, это меньшее зло. Я думаю, что если военные будут чаще петь и реже воевать, то всем от этого будет только лучше. Жизнь лучше смерти. Наставшее вражеским Евровидение Россия уже успела изрядно потратиться. Помимо подготовки конкурсантов в 2009-м и вовсе 42 миллиона долларов ушло. Все на организацию мероприятия в Москве вылетели. Сейчас же, несмотря на кризис, власти готовы вложиться в новый весьма специфический проект. Еще неизвестно, готовы ли зрители на него пойти. Я с ужасом себе представляю, как это слушать. Место Евровидения, да? Очень! Всегда было за... Название конкурса военные пока не придумали, но уже надеются, что он откроет целую плеяду самородков. Может, найдется в российской армии своя кончита в Урс, которая считает дни до приказа в одной из воинских частей. И тут свой звездный час, всеобщее признание и, возможно, даже ордена и награды. Данила Русаков и Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканал Интер. Меркель повесила лыжи на гвоздь. Американец уже 40 лет не разлучается с рождественской елкой, а 10-летнюю индонезийку чуть не записали в террористы. Об этом и не только в нашем обзоре. В Индонезии 10-летнюю девочку задержали за поддержку исламского государства. Официальных обвинений пока не предъявили. Ребенка вместе с пятью взрослыми сняли с самолета в столичном аэропорту. Следствие считает, что они направлялись в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам. Кем приходятся задержанные друг другу, пока не ясно. В Лондоне стартовали рождественские распродажи. Что-то наподобие американской черной пятницы. Многие товары, в том числе и известных брендов, отдают почти даром. В отличие от распродаз в США, когда люди в погоне за дешевизной и готовы даже драться, британцы более сдержаны. Однако и они день и ночь стоят в очередях, лишь бы прорваться в маркеты в числе первых. Свои рождественские каникулы канцлер Германии проводит в Швейцарии. На лыжном курорте Санкт-Мориц. Вот только по горным тропкам ангела Меркель не стальзит. Спокойно гуляет, дышит воздухом и любуется пейзажами. Прошлогодние заезды на беговых лыжах закончились для Меркель плачевно. Она упала и сломала ногу. Собирается ли встать снова на лыжи, не говорит. Уже в понедельник канцлер вернется к работе. Запишет новогоднее поздравление. Военно-морское командование США оценило авианосец «Рейнджер» всего в один цент. Корабль был спущен на воду в 1957-м и стал звездой операции во Вьетнаме. Но последние 8 лет стоял без дела. Военные думали сделать из него музей, но не собрали необходимую сумму. Так что теперь судно отправится на металлолом. Причем своим ходом. Американец 40 лет не разбирает рождественскую елку. Зеленую красавицу нарядил еще в 1974-м. Тогда двух его сыновей забрали на войну во Вьетнаме. Нил Олсен пообещал не выбросить дерево, пока дети не вернутся. Один из сыновей получил ранение, стал инвалидом. Сейчас живет в другом штате и не может прилететь в отцовский дом. 89-летний Олсен надежду не теряет и ждет Рождества, которое соберет за столом всю семью. В Индонезии стартовал своеобразный проект медстраховки. Те, кто не в состоянии заплатить за услуги врача деньгами, может рассчитаться мусором. В специальных пунктах приема вторсырья в обмен на хлам выдают купоны на визит в клинику и другие медицинские услуги. Мусором за услуги врача во Франции вряд ли можно будет рассчитаться. Французы этого не оценят. А вот кого, например, из политиков они оценят за своим рождественским столом? Такой вот вопрос им задали. И кого себе выбрали парижане, узнавала София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Вопрос, конечно, не из легких и заставит задуматься многих. С кем из политиков вы бы встретили Новый год? Спросили журналисты газеты Le Parisien своих читателей. После короткого смешка и закатывания глаз французы своих фаворитов нашли. Оба пока не у власти, но близко к тому. Николай Саркази, бывший президент Франции, вернувшийся в большую политику после двух лет затворничества. И Марин Липен, лидер ультраправого национального фронта, который уверенно набирает обороты. Благо, средства для этого любезно выделили российский банк. И, как многие полагают, с благословления Кремля. Но значит ли это то, что с кем мы встречаем Новый год, с тем готовы его и провести в действительности? И Саркази, и Марин Липен харизматичны. Но это еще не значит хороший политик. Все диктаторы обладают харизмой, как Путин. Я бы пригласил Алланда на новогодний ужин, дал бы ему пару советов. А вот нынешний президент Франции подтверждает старую психоаналитическую максимуму. Нельзя быть одновременно первым и любимым. Франсуа Алланд в рейтинге Парезиена аж на 13-м совсем не презентабельном месте. Что, впрочем, вполне объяснимо. На всех фронтах он разочаровывает французов. И на личном, после интрижки с актрисой от него ужла подруга. И на общественном. Уровень безработицы буквально каждый месяц бьет новые антирекорды. Впрочем, ничего удивительного вне популярности Алланда нет. От первого за 20 лет президента-социалиста французы ожидали слишком многого. А чем больше ожиданий, тем сильнее разочарование. В свое время французы были недовольны и саркозин, но, видимо, уже забыли об этом. Ну а Марин Липен еще не успела разбить надежды своих соотечественников. Однако все еще впереди. 2015-й покажет. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности телеканал Интер. Париж. Простых гостей в президентской резиденции Сенегора в Прикарпатии почти не бывает. Но сегодня исключение. Кого туда позвали и как развлекали, давайте посмотрим вместе. Предыдущие президенты гостей сюда не звали. А сегодня в Сенегорье сразу 60 детей. Все из Ивано-Франковской области. У кого-то отец погиб в зоне АТО. У кого-то на Майдане прошлой зимой. У кого-то ранен. Ребята восторженно разглядывают местную живность и пышные хоромы. Мне все очень понравилось, особенно этот дом. И мне напоминает зимовую казку. Атмосфера зашкаливает все. И мне очень понравились мешки. Ведмитые и так же кабаны. Сдавалось, что президентам очень понравится гуцульская культура. Что они этим захопляются, с этим живут. Гостей принимает первая леди Украины Марина Порошенко вместе со своими детьми. Михаилом, Александрой и Евгенией. Для гостей они подготовили концерт. Цей концерт мы влаштовали в рамках нашей доброй акции «С теплом у сердца». И до цієї акції доедналися мои діти, які саме и запропонували зробити цей концерт. В итоге отличное настроение и подарки. Всем от президентской семьи достались сладости и планшеты. А на прощание под этой новогодней елкой вместе загадали желание, чтобы в Украине поскорее наступил мир. Ирина Багладяна, Даниленко, Зинои, Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Сквер Небесные сотни в Киеве сегодня выглядит, как в настоящей сказке. Свечи, иллюминация, душистый глинтвейн, сладости и только экопродукты на благотворительной рождественской ярмарке. Ее организовали волонтеры и обычные киевляне. Они собирают деньги детям-переселенцам с Донбасса и детям-героев Небесной сотни. Все, кто пришли, а посетителей было очень много, могли еще и открытку с поздравлениями отправить для солдат в зону АТО и послушать, как поют дети. Вырешили запечаткувать традицию проведения таких затишных свят. Взагалі наша мета – це формування такого міського спільного. Для того, чтобы этот сквер и вообще наш город был наполнен детским смехом, радостью, улыбками. Поэтому всех с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым, всем добра, мира, любви и детских улыбок. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей Юэй. В прямом эфире увидимся уже завтра в это же время. Хорошего вам вечера и до встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова